Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Мы находимся на Пионерском проспекте 247. Здесь крайне мало до моря. Сзади меня лес, в который вы можете приезжать со своим кемпером или палаточкой. Также есть пару домиков. И обо всем подробнее сейчас нам расскажет руководитель данного предприятия. Всем привет! Меня зовут Гай. Я директор кемпинга Ёжих. Сейчас все посмотрим, расскажу вам, как все выглядит. У ребят есть группа ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Также номера телефонов, название в описании. А также у них есть свой сайт. В ВКонтакте, друзья, вы можете прямо узнать свежую, нужную, важную вам информацию. Получить онлайн отзывы от тех людей, которые прямо сейчас там отдыхают. А теперь пройдем на территорию. Друзья, найти нас очень просто. Вы проезжаете Стеллу Прометея. Ты поворачиваете сразу направо. Будет указатель вот такой. Но всем я советую находить нас через Яндекс.Навигатор, где вы просто вбиваете название автокемпинг Ёжик в Анапе. Навигатор прямо вас приведет к этим воротам. Мы уже это проконтролировали. Друзья, мы переехали из города Геленджика. Мы там работали порядка шести лет. В этом году открылись в Анапе. Нашли здесь прекрасную территорию. В Геленджике кемпинга уже, к сожалению, не будет. Но не отчаивайтесь, потому что здесь прекрасная территория. Здесь порядка трех гектар в тени деревьев. До моря около пяти минут. Сейчас вы все сами увидите. Самым главным преимуществом является то, что палаточные места в тени деревьев находятся. Почти все. Это самый, наверное, основной пункт при выборе мест. Ну и, конечно же, удаленность от моря. Это шесть минут прогулочным шагом до хорошего пляжа. Представьте, насколько здесь большая зеленая территория. То, что здесь стоит памятник к Ленину. То есть это закладывалось еще в советские годы. Сейчас мы проходим уже по территории, где люди располагают свои палатки. Попрошу еще раз вас обратить внимание на то, что территория кемпинга покрыта большим количеством высоких зеленых деревьев. Причем различных деревьев. От сосен до дубов, ясеней. Разнообразие. Мы находимся на территории бывшего детского лагеря. Раньше умели делать места в хороших таких локациях. Сейчас нам удалось здесь сделать кемпинг. То есть дать этому месту вторую жизнь. Предлагаю пройти, посмотреть, как люди располагаются. Это одна из площадок. На этой полянке у нас запитано электричество. И красивые, ровные места под деревьями. Почти у каждого места есть возможность подключиться к розетке. Там есть своя лампочка. С собой вы можете взять удлинитель, чтобы от дерева подтянуть розетку прямо к себе в палатку. Также есть индивидуальное освещение. Но это не на каждом, конечно, дереве. Но оно есть. Вы, когда будете выбирать место, можете обращать на это внимание. Сюда, когда попадаешь, действительно, как своя такая резервация. Потому что все огорожено заборами. Чужих здесь, как говорится, не ходит. И это прекрасно. И такая тишина, спокойствие. Это мой любимый отдых с палаткой. А тут еще и в лесу. Мы, когда в этот раз путешествовали в Крым, не могли найти места, где бы стоять под деревьями. Потому что везде, где приезжали, либо под деревьями заняты, либо просто выжженная земля. И никаких теневых мест не было. И это очень сильно и напрягало, и убивало. Я с Крыма приехал, весь перегоревший. Потом в сутки просто от этого отходил. Здесь вы сами видите, насколько удобная территория в плане отдыха именно в тени деревьев. Обращайте на это внимание при выборе места для своего автокемпинга, либо кемпера. Потому что это действительно важно и круто. Друзья, по поводу тишины на территории кемпинга. Вы сейчас сами можете наблюдать, как у нас спокойно. И в целом мы поддерживаем режим тишины. Потому что сюда люди приезжают именно отдохнуть спокойно, с семьей. Вы можете даже быть без семьи. Но главное, чтобы это был спокойный и тихий отдых. Когда вы просто отдыхаете, наслаждаетесь пением птиц, тишиной в целом. Музыку около палаток мы не разрешаем включать через колонки, через машины. И если такое происходит, мы контролируем, подходим и просим это прекратить. Единственное, что разрешается в более-менее адекватном пределе, это включить на уровне громкости телефона или радио. Но так, чтобы никому из соседей вы не помешали. Это очень важно при выборе места. Имейте в виду, если вы приезжаете оторваться, погулять. Это, к сожалению, не про нас. Найдите себе другое место. А если вы любите спокойно отдохнуть, тогда мы вас ждем и будем вам очень рады. Сейчас мы посмотрим наши санузлы, за которыми мы тщательно следим в плане чистоты. Всегда добавляем туда туалетную бумагу. Всегда есть жидкое мыло, чтобы люди не таскались со своим. Мы уже много лет именно в таком режиме работаем. Есть мойка для посуды. Это пока что один блок такого санузлов. В дальнейшем мы еще добавим один. Ну, пока просто июнь месяц. Мы основное запустили. Но будет еще на такую территорию требуется еще такой же блок санузлов. И он обязательно будет. Посмотрите, как выглядят туалеты. За них нам никогда не стыдно. У нас туалетная бумага всегда пополняется. Туалеты с канализацией. То есть никогда не пахнет ничего. Этому мы уделяем достаточное количество внимания. На территории расположены беседки. Их около 9 или 10 штук. Они общего пользования. Мы чаще всего туда ставим столы и стулья, чтобы люди могли там посидеть, отдохнуть, поиграть во что-то. Также преимуществом является наша закрытая территория. Что дети могут здесь спокойно, ну и вы тоже спокойно находиться. Зная, что посторонних здесь не будет. И никуда никто не денется. Вот именно на территории мы находимся. Здесь тоже очень классные места. Вот уже отдыхающие излюбили эти полянки. Здесь ровненько, большие деревья и очень просторно. Когда, честно скажу, первый раз попал на эту территорию, я сразу понял, что это отличное место для автокемпинга будет. Сомнений не было. Потому что большое количество ровных, красивых таких мест под деревом. Пойдемте в сторону мангальной зоны. Мы не разрешаем ставить мангалы около своих палаток. Есть у нас только определенная зона в целях пожарной безопасности, где вы можете располагать свои мангалы. У нас будут наши три мангала. Нас еще подъезжают, просто доделывают их. И свои вы тоже сюда приносите и жарите на своих мангалах именно здесь. Это все бесплатно. Именно так у нас сконцентрировано это. Также здесь есть чайник, микроволновка, газовая плитка, куда вы приходите со своим баллоном походным, вставляете и готовите на этой плитке. Также у нас есть холодильники. Они платные. 200 рублей в сутки стоит пользование холодильником. Их достаточное количество. Главное все держать там герметично и аккуратно. Также столы и стулья. Тоже все это входит в стоимость, где можно прийти, посидеть, покушать и отдохнуть. Часто у нас спрашивают подставку для казана. Мы это тоже даем. Также в аренду предоставляем шампура и решетки, если это необходимо, с дополнительную плату. Друзья, также мы принимаем автодома и машины с прицепами. Вот один из примеров. Ребята подъехали. Мы даем подключение к электричеству. Можно слить и залить серую водичку. Есть полянки под солнцем. Есть полянки в тенечке. Еще покажем. Также территория обширная на спортивные площадки. Это волейбольная площадка, баскетбольная площадка и футбольная площадка. Снаряжение мы все подвозим. А, также есть турники, шведская стенка, лазалка, брусья. Ну, в общем, об этом всем вы можете не заботиться. Прийти и заниматься спортом здесь есть где. Друзья, по поводу душевых. Душевые у нас входят в стоимость. Горячая вода постоянно нагревается. Пользоваться душевыми можно круглосуточно. У нас мужская и женская разделены на две. Также мы убираем душевые ежедневно. Здесь у нас раздевалки, где вы сначала заходите, оставляете вещи, переодеваетесь. А потом заходите уже в зону душевых и начинаете принимать ванные процедуры. Вот, также женская устроена у нас душевая. Все отремонтировали, чистенькая, новенькая. Пахнет только убранным всем. Что очень важно для людей, кто любит отдыхать вот так. Еще, ребят, пару моментов, которые стоит осветить. Это отдых с животными. Мы разрешаем отдыхать с животными. Первое, единственное требование, это то, чтобы ваш домашний питомец умел себя вести в общественных местах. То есть он не лаял на прохожих, он не выл по ночам или по утрам, не будил людей, не бросался ни на кого. Больших собак обязательно вы должны иметь поводок и намордник. Да даже и для маленьких. И второй момент, про который я хотел бы рассказать, это бронирование. Осуществляется. Его по сути нету, потому что территория достаточно большая. И всех мы принимаем по факту. За годы работы мы уже поняли, что дорога это дело такое, что люди не успевают приехать в тот момент, который надо. Всегда все задерживается. Любители отдыхать в палатках, люди свободные. И тяжело их какие-то рамки определять. Поэтому все, что надо будет, это позвонить за пару дней до приезда. Уточнить о наличии мест, которых у нас в этом году предостаточно. И сказать, что вы приедете. Этого будет достаточно. Номер будет указан в описании. Звоните напрямую. Друзья, важным критерием при выборе территории была удаленность от пляжа. Здесь это составляет около 6 минут спокойным шагом. И вы попадаете на песчаный, красивый, широкий пляж. Благоустроенный, где есть шезлонги в тени. Имейте в виду, что до пляжа здесь совсем недалеко. Также мы подходим сейчас к другой группе палаточных мест. Мне они очень нравятся. Потому что здесь как уютные, я их называю. Вот именно вот эта вот линия. Здесь прям рядом ставите машину и рядом ставите свою палатку. Мы всех рады будем встретить. Еще расскажу про цены. В июне это 400 рублей с человека, 400 рублей за парковку автомобиля в сутки. В июле и августе 450 рублей с человека и 450 рублей за парковку автомобиля в сутки. Дети до 5 лет у нас бесплатно. Все, что старше, уже так же считаются. Подключение к розетке постоянно это 200 рублей в сутки. И пользование холодильником 200 рублей в сутки. Также у нас можно воспользоваться стиральной машиной. С нашим порошком 400 рублей постираться. Также у нас в ВКонтакте проходит розыгрыш. Переходите по ссылке. Вы можете выиграть бесплатный отпуск. Неограниченное количество дней мы дадим победителю, кто займет первое место. А всего 5 выигрышных мест за репост просто. Так что переходите по ссылке, участвуйте. Может выиграете бесплатно и отдохнете у нас. Былась моя мечта побывать в бывшем детском лагере Параметей. Потом он был олимпиец. Жалко, что такие территории, конечно, входят в прошлое. Но в будущем здесь ее ждет развитие. Вот сейчас это лагерь для взрослых, в который я тоже с удовольствием постоянно окунаюсь. Думаю, что самое важное теперь надо прогуляться к морю. И вам все показать и рассказать более доступно. Про инфраструктуру. С левой стороны у нас находятся джемоты, рынки, там все. Ну, я думаю, что и туда особо идти не придется. Потому что вот с правой стороны, краски через север на сияние будем проходить. И там тоже все абсолютно будут. Фрукты, овощи, напитки, шашлыки. Там, если сами не хотите готовить, магазины разнообразные, кафе, бары, рестораны, там косички. Ну, короче, вообще абсолютно все. И все в шаговой доступности. То есть территория максимально удобная в плане вот этих инфраструктурных вопросов. Не хотите ездить на машине, напротив находится остановочка. Сели, уехали в Анапу. Не захотели в Анапу, поехали в Витязево, пак аттракционов и все остальные развлечения там тоже есть. Рядышком доступность как по паркам. Ну, вот, в общем, со всем, о чем вы только можете подумать, здесь все есть. А теперь на море. Тут крайне близко. Напротив нас находится один из летнейших Сибур-Юг, называется Пансионат. Ну, а здесь нам по официальным тропинкам, которые также находятся в тени, с левой стороны тоже будет очень удобно переходить по пешеходному переходу. И вот те самые остановочки, о которых я вам говорил, одна с этой стороны, это в сторону Витязева, другая в сторону уже Анапы. Перед остановочкой, которая у нас ведет Витязева, есть официальный пешеходный переход, на который вам вас должны пропускать. Собственно, здесь вот детки ходят в разные лайнерские лагеря. Переходим и дальше по аллее идем уже направо. По прямой. Как я вам рассказывал про инфраструктуру, которая здесь есть, но она туда дальше. Немножечко прошли и, пожалуйста, вам, во-первых, море, вот он уже пляж, спокойно сюда пароход, дюны наши. Здесь магазинчики, дальше там игрушки, кафе, шашлыки, кое-какие развлечения для ваших детей. В общем, здесь вот все, что только можно себе представить, продается. Даже на углу стоит экскурсионная точка, но мы же двигаемся к морям. Здесь тоже всякие товары курортного ассортимента. Как прекрасен этот мир, посмотри, как говорится, друзья мои. На выходе из этого прохода имеются санузлы. Так выглядят наши дюны. С левой стороны мы видим беспредел прошлых администраций, выделение участков, а теперь захват этих территорий и установка бетонных блоков непосредственно в первой санитарной зоне. Очень интересно было слышать ответ природоохранной прокуратуры. Вот там, видите, такая же ситуация происходит, в дюны уходят заборы. Кто-нибудь должен сесть уже у нас за вот этот беспредел. Очень хочется в это верить. Тут у нас, ребята, плетут косички и такой вот проход сквозь дюны к морю. По нашему прекрасному кварцовому песочку с левой стороны у нас тополя и лох серебристый растет. А с правой стороны вообще красота какая, ребята. Смотришь, душа радуется тополя. И благодаря им здесь одни из самых высоких дюн тоже. Вот, собственно, то, ради чего вы все сюда едете. Море, красота, все купаются в пляжной территории. Хочу подняться повыше, чтобы вам это все показать. Смотрите, с левой стороны людей меньше. За Сибуром есть туда проходить. В лед там вообще пустынно. Здесь людей побольше. Вы сами видите, что мест для отдыха хватит абсолютно всем. У нас самые широкие пляжи на Черноморском побережье Российской Федерации. В других местах не был, поэтому могу судить по России. Таких пляжей нигде больше нет. С таким песком. Ребята, когда вы сюда попадете, пройдете по нему, вы все поймете. Я объехал весь Крым, там такого песка тоже нет. Красивые места, классные. Но такого песочка нет нигде. Люблю, когда вот так звучит море с людьми. Прям легкая какая-то атмосфера счастья, радости. Все самого лучшего прекрасного. Желтые флаги. Сейчас очень многие спрашивают, стоит ли к вам ехать, не ехать. У нас, в принципе, военных объектов никаких нет. Все тихо, спокойно. Поэтому можно спокойно приезжать и отдыхать. И дай бог, чтобы так и было, друзья. Всем отличного отдыха и искренне соболезнования в Севастополь. Поражаем. С левой стороны у нас пляж Фея Третья. А с правой стороны это общественный пляж, на который можете спокойно приходить. Брать лежаки в аренду. И то же самое, вся инфраструктура здесь для вашего отдыха присутствует. Так, друзья, лежачки по 400 под этими теневыми навесами. Это ценник стандартный в этом году для всех. Очень много места свободного. Даже здесь это без прохода в левую сторону, как я вам и советовал. Можно приходить отдыхать. Ребенка за копами. Клево смотрится. Ну и самое главное, какое же здесь море. Манящее, классное и прекрасное. Можно сказать, идеальное для купания. Чем еще хотеть? Здесь море-бассейн, кстати, теплая. Уже гораздо теплее. 30 градусов температура воздуха. Подальше от моря 33 было. Ну и люди этим пользуются. Приезжайте, пользуйтесь и вы. Мы вам будем только очень рады. Сейчас замерим температуру водички. Панорамку покажу по кругу, чтобы прочувствовали. Это все атмосфера нашего прекрасного и классного юга. Кстати, пляж этот тоже не самый бустонаселенный. Потому что в этом году у нас в Анапе будет людей очень много. Сейчас их тоже уже немало. Но вы сами видите свободные места. И ширина пляжа. Здесь не так сильно ограничены еще заборами. Так что на отдых сюда могу вам вообще советовать. Температура воды 23,9. 23,8. Вот, друзья мои, мы с вами посмотрели более бюджетный вариант размещения. Прямо у нас на первой береговой линии. У нас все, кстати, вот считается район Пионевского проспекта. Именно первая береговая. Надеюсь, что вам было полезно, классно, интересно. Температура моря радует. Море само радует. Пляжи у нас еще имеют места для вас. Вам осталось только сесть в автомобиль или кемпер и приехать к нам на отдых. Я вам искренне от души желаю, чтобы у вас все было хорошо и прекрасно. И мирного неба всем нам головой. Номера все напрямую. Указаны, друзья, для всяких там посредничеств или еще чего-либо. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. С вами был Юрий Озаровский. Вам всем привет, черноморские. Увидимся у нас на море. Ну и по традиции для вас морюшко. Увидимся у нас на море. Увидимся у нас на море. Увидимся у нас на море. Увидимся у нас на море.